Приветствую вас. Я думаю, что для начала имеет смысл, конечно, вам как-то все это отпустить, как-то все это прожить, да. Прожить те эмоции, те чувства, которые вас бурлят, вот, и опустить руки мужа, там есть определенные стадии, ну, стадии переживания утраты, вот. И, на мой взгляд, здесь имеет смысл вам прожить это все, чтобы не осталось, да. Вот, вы не пишете, ну, не пишете, сколько времени прошло, с тех, ну, с момента, как мужа не стала. Ну, на то, чтобы пережить утрату, требуется год, где-то, примерно. Вот. Значит, это первое. Второе. Второе. Вы жили с мужем, он пил, ругались, все это очень похоже на созависимое поведение, на созависимое отношение между вами и вашим мужем. Вот. И, честно говоря, я думаю, я думаю, что тот факт, что вы живете с сыном, опять же, я не знаю, сколько сыну лет, но вашему, вот, если маленький, то понятно, если взрослый, то тревожный звоночек. Вот. Я думаю, что вот эти вот элементы созависимы, они все равно останутся у вас, они все равно остались у вас, и их тоже нужны корректоры, потому что, ну, извините, если мужчина пьет, да, если вы ругаетесь, то есть тут, как бы, ну, явно идет вот такая болезненная, болезненная тенденция, и от того, что вашего мужа не стало, ну, вряд ли вы... Ах, как-то, вряд ли вы каждый этот момент скорректируете для себя, и перестанете, к примеру, это чувствовать, перестанете, к примеру, это ожежать, вряд ли. То есть, то есть, настолько наивный быть не стоит. Вот. Вот. Вы говорите, грусть у вас. Но вот, а грусть по поводу чего? Там? Что из себя представляет грусть ваша? Как она выглядит? Грусть. То есть, грустите ли вы, например, из-за потери своего супруга или грустите вы почему-то еще? А вот эту грусть надо просто прожевать, да? Ее не нужно там сподавлять, ее не нужно скапливать поглубже куда-то в себя. Вот. Ее нужно прожевать. И прожевая следить за тем, что вы хотите, что вам нужно. Прожевая следить за тем, что вы нуждаетесь. Прожевая смотреть, 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 что вам нужно. Вот. То есть, как-то вот такое активное, да, активное осознавание, активное осознавание того, что с вами происходит. Ну, по крайней мере, это вот выглядит в таком, ну, выглядит это в таком, по крайней мере, ключе, да, для меня. Вот. Дальше в том, что вы пишете по поводу депрессии. Что, значит, как не впасть в депрессию, как не справиться и как не впасть в депрессию. Триводный звоночек, опять же, потому что что-то значит не впасть в депрессию и что-то значит справиться с грустью. То есть, справиться, это что, по-вашему, такое, да, это подавить. Ну, это, на мой взгляд, не очень хорошая идея, подавлять грусть, ну, да, грусть подавлять не очень хорошая идея. Ну, вот, на мой взгляд, грусть и тоску их, еще раз повторюсь, нужно переживать. Вот. А почему вы решили, что вы впадаете в депрессию, когда депрессия является заболеванием психическим? Ну, здесь не очень понятно, да, то есть, откуда вы взяли этот термин депрессия, почему именно депрессия, да. То есть, грусть, да, ну, какая-то апатия, да, но депрессия – это совсем другая история. Ну, вот, депрессия – это совсем другую. Вот, депрессивное состояние – это такое вот подавленное состояние, да, может быть. Но, что вы складываете в понятие справиться, что вы имеете в виду? Вот, знаете, вот, вы говорите какие-то слова, да, вы говорите какие-то слова, и что за ними стоит? Вот, да, прислушайте себя, правда. Вот, вы пишите, эээ, умер муж, пил, ругаты. То есть, эээ, что за этим стоит? Теперь мне грустно, значит, я живой сын, а мне грустно. Как справиться с грустью, что вы в этом вкладываете? Вы всегда стараетесь справляться с тем, что чувствуете? Ну, в таком случае ничего удивительного нет в том, что вы в таких вот созависимых отношениях находились в какое-то время. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода